Время новостей на своем ТВ. Это информационная программа «День» в студии Анны Поляруши. Здравствуйте. Вот главное к этому часу. Новоселье, которого ждали 4 года. Обманутым дольщикам в Железноводске вручили ключи от квартир. Скрыть расходы больше не получится. В край собираются гораздо жестче контролировать управляющие компании. Майкл Дудиков – чемпион. Только сам актер об этом не знает. В Ставрополе прошел финал Лиги КВН «Кавказ». Копейка, стиральная машина и медицинский инструмент. Гид по самым необычным памятникам края. В Железноводске больше нет обманутых дольщиков. Проблемный дом наконец сдали в эксплуатацию. Сегодня ключи от квартир передали законным владельцам. Это 16 семей. Они ждали свое жилье почти 4 года. Анастасия Ивановская познакомилась с новоселами. Торжественный момент на время откладывается. Не все гости в сборе. Но главные герои терпеливы. Этого дня они ждали почти 4 года. Строили, конечно, для себя. Марина Борисовна вместе с мужем купили двушку. Решили разъехаться со взрослыми детьми. Но не тут-то было. Надежды на жизнь в новостройке лопнули, как мыльный пузырь. Застройщик разорился. Дом был недостроен. Стояла одна коробка без кровли, без дверей, окон. Благоустройства не было. Инженерные сети не были подведены. Ни разводящие, ни внутренние сети. Многоэтажка на улице Октябрьской в Железноводске долгое время снилась не только покупателям, но и властям. Они взялись за решение проблемы в конце 2015-го. Составили дорожную карту и передали 20-ти квартирный дом новой строительной компании. Объект, конечно, тяжелый оказался. Планировали, что затраты будут меньше. Вышло, как всегда, в стройке. Почти в два раза наша смета увеличилась. Но на сегодня эта сумма порядка 25 миллионов. Строили, говорят, сегодня в Железноводске всем миром. Искали в архиве проектную документацию. Продлевали сроки тех условий на подключение коммуникаций и не только. Краевые власти очень хорошо помогли по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями. И все вопросы по подведению инженерной инфраструктуры были решены фактически лично нашим губернаторам. В итоге проблема 16 семей из Железноводска решена. В Краевом жилнадзоре подписали акт ввода жилья в эксплуатацию, выдали ключи, а новоселы готовятся к ремонту. Но впереди еще один последний и непростой этап. Стать законными владельцами квартир и получить свидетельства. Очень большая просьба к Росреестру, чтобы помогли нам в этом, пошли нам навстречу. Потому что очень много слез пролито за этот дом. И не хотелось бы, чтобы опять какие-то пути проходить, суды и так далее. Мы очень ждали, когда этот дом построится. И, как говорится, просто вот даже не верится. Вот стоим в нем и не верится. В целом же в 2017 году краевые власти решили проблемы 271 дольщика. В эксплуатацию введено 4 жилых многоквартирных дома. Еще два здания будут сданы до конца года. Новоселье отметят в Ставрополе и Есентуках. Анастасия Ивановская, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. И в продолжение темы. В очереди на жилье на Ставрополье остается более 1600 детей-сирот. Такие данные озвучили сегодня на еженедельной планерке в Думе региона. Как прозвучало, за последние три года на решение жилищного вопроса для этой категории выделено больше миллиарда рублей. Уже приобрели 1251 квартиру. Но этого пока недостаточно. Попало в поле зрения парламентариев и проблема инвалидов-чернобыльцев из Кочубеевского района. Они обратились к народным избранникам с просьбой помочь пройти лечение в Ставропольском госпитале для ветеранов. У них есть свой статус. Это действительно так. Они пользуются определенными преференциями. В том числе получают изредка санаторно-курортные путевки. Но это люди, которые защитили всех нас от большой-большой беды много лет тому назад. Может быть, нам совместно стоит эту тему поднять, еще раз посмотреть на нее. Всю осень жители Ставропольского дома на улице Краснофлотской боялись замерзнуть. Несмотря на холода, в здании никак не могли запустить систему отопления. Казалось, ситуация безвыходная. Решить ее удалось лишь попав на прием к федеральному депутату Александру Ищенко. Как работает обратная связь с парламентариями, расскажет Катерина Сафонова. Тихий Ставропольский двор на улице Краснофлотской. Месяц назад все разговоры здесь были об отоплении. Точнее, о его отсутствии. Люди мерзли, коммунальщики помогать не торопились. Алексей Чайкин с соседями звонили в управляющую компанию десятки раз. Они приходили, что-то говорили, что мы не можем понять, вроде все нормально. В зале есть тепло, в спальнях весь этаж нет тепла. Оказывается, была проблема здесь, в теплосети. Друзья подсказали, искать помощи нужно у депутатов. Алексей пришел с проблемой в приемную федерального парламентария Александра Ищенко. В итоге тепло у людей появилось в течение двух суток. Решили другую многолетнюю проблему жильцов. У меня, допустим, в ванной с освещением прямо бежала, капала вода. А она бежала по тех этажу, по стенке и попадала в квартиру. В коридоре и у соседки, в прихожей. Обычно удается разрешить до 70% проблем, с которыми приходят люди. Три недели в месяц Александр Ищенко трудится в столице, остальное время на Ставрополье. Заезжает в города и села, работает и в региональной приемной Дмитрия Медведева. Среди просителей обманутые дольщики с улицы Доваторцев. Жилье им построили, а вот подземный гараж ждут 15 лет. Котлован есть, парковки нет. Вы как думаете, решится проблема? Я думаю, что да. Потому что времена уже другие наступили. Надо действовать, работать. Понимаете, а не просто так отписки делать. В центре города такой котлован. Это немыслимо. Такие арматуры, вот мы передали сейчас фотографии, там страшно творится. Разбирается не только в проблемах. Еще рассказывает о программах «Единой России», участие в которых помогает делать жизнь комфортнее. А также о работе в парламенте. Например, краевой бюджет приняли с профицитом, в том числе благодаря средствам, выделенным из федерального центра. Утвердили и главный финансовый документ страны. Проголосовали за повышение с нового года минимального размера оплаты труда до 9,5 тысяч рублей. Очень важно. То есть теперь работодатель никакой не может меньше заплатить ни одному работнику своему. И все бюджетные сетки, расчеты привязаны к именно минимальному размеру оплаты труда. Очень важно для бюджетников, для наших учителей, для социальных работников, для работников культуры и так далее. Поэтому трехлетка наша обеспечена. Это тоже очень важно. И мы об этом людям везде говорим. За один день удалось пообщаться с 15 посетителями. За месяц депутат Госдумы принял 50 человек. В конце декабря он по традиции отчитается перед избирателями, что сделал и какие планы на будущий 2018 год. Катерина Сафонова, Анастасия Зубрицкая, Антон Поляков, Ставропольское телевидение. Управляющие компании на Ставрополье станут контролировать гораздо жестче. Такое распоряжение сегодня дал губернатор Владимир Владимиров на еженедельные планерки в правительстве региона. Тема управляющих компаний и их недобросовестной работы не раз поднималась во время приема граждан, который глава края провел в конце прошлой недели. Люди жаловались, что коммунальщики зачастую уклоняются от отчетов, на что они тратят деньги или предоставляют недостоверную информацию. Владимиров поручил в ближайшее время разработать новый механизм контроля. Я хочу, чтобы вы в течение полутора месяцев до 20 января мне дали предложение по механизмам финансового контроля и особенно механизмам изъятия лицензии у этих недобросовестных компаний. Также на планерке представили нового главу региональной тарифной комиссии. Им стал Сергей Губский. Ранее он трудился в этом же ведомстве на должности заместителя председателя. В Ставрополе уже в следующем году смогут проводить операции по трансплантации почки. Об этом заявили на медицинской конференции, которая прошла на базе краевой больницы. Трансплантологи и донорство стали главными ее темами. Донорство и трансплантация сама по себе, сам процесс операции, его могут выполнить большое количество врачей. То есть вопросы не в хирургическом выполнении этих операций, вопросы в организации, потому что вот в этом процессе задействовано большое количество людей, причем эти люди друг другу даже не подчиняются. При пересадке почки и других подобных операциях главная сложность организовать четкую и слаженную работу всех участников процесса. Именно на это делали акцент организаторы конференции. Местные специалисты, в свою очередь, отметили, что это большой и важный шаг для Ставропольской медицины. Ставрополь попала в эту новую абсолютно группу субъектов Российской Федерации, которые оказывают помощь в этом виде медицины, трансплантологии. Поэтому это, безусловно, эпохальный шаг. Бог, да, в следующем году у нас будут первые хирургии. Это абсолютно в настоящем медицинском мире абсолютно рутинные вмешательства. И мы очень рады, что каким-то образом на этом этапе развития трансплантации мы тоже к этому причастны. Жить, творить и преодолевать – это девиз участников благотворительного фестиваля на крыльях вдохновения. В изобильном, традиционной, доброй акции Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования отметило Международный день инвалидов. Свои таланты продемонстрировали конкурсанты с ограниченными возможностями здоровья из 11 территорий края. Виктория Середа пообщалась с теми, кто силен духом и ломает барьеры творчеством. Леша Солосюк пишет песни, поет, играет на гитаре и фортепиано. Но самое главное – никогда не унывает. Преодолевать жизненные трудности ему помогает творчество. А еще поддержка мамы Ольги и лучших друзей. Здравствуйте, у меня есть очень хорошие друзья, которые всегда поддерживают. Всегда созваниваются, гуляют вместе, общаются. У меня такая хорошая компания. Они сюда все вместе ходят в Олимп. Вот у них Оксана Юрьевна их педагог-преподаватель. Вот слышите пианино? Это как раз Оксана Юрьевна, наш преподаватель. Их очень хороший преподаватель. И она в этом году, своих несколько учеников, мы ездили на прослушивание музыкальной школы. Благотворительная акция «На крылья вдохновения» собрала десятки талантливых, необычных и целеустремленных людей из разных уголков Ставрополья. В этот раз фестиваль провели в Центре культуры и спорта с символичным названием «Олимп». Нам активно в организации этой работы помогают, конечно, органы власти. Они организовали вот этот замечательный зал сегодня. Также обеспечили доставку со своих территорий сюда участников. Активно помогают общественные организации, профсоюзы. То есть вместе мы делаем это благое дело. А участники, конечно, для них это площадка, чтобы показать свои возможности. И мы все больше убеждаемся, что эти возможности неограничены. На сцене «Олимпа» танцевали, пели, читали стихи и делились друг с другом секретами успеха. Ты всегда получишь то, что ты хочешь. Главное – захотеть. И, в принципе, наверное, это мой девиз по жизни – ломание стереотипов и говорить, что инвалид – это неправильный термин. Вот человек с безграничными возможностями – вот здесь это правильный термин. И, в принципе, это всегда должно помогать по жизни. У многодетной мамы Галины Горбуновой 13 детей. На праздник вместе с ней приехали четверо – Ирина, Светлана, Татьяна и Денис. Для фестиваля они подготовили несколько номеров. Я вообще мама, наверное, по зову сердца. У меня четверо кровных детей, девять приемных деток. Сегодня со мной приехали четверо деток. Дети у меня стараются принимать участие во всех мероприятиях. Мы и вяжем, и вышиваем, и танцуем, и поем. Когда что надо, мы делаем все, все, что можно. Детки у меня очень общительные, талантливые. Для меня, как для мамы, они очень талантливые. Благотворительная акция Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования проходит уже не в первый раз. Ее организаторы отмечают, что с каждым годом пополняется состав меценатов, лидеров добрых дел, а уровень творческого мастерства участников растет и совершенствуется. На праздники были и совсем необычные номера. Артисты поразили зрителей своим мастерством, оптимизмом и силой воли. Все участники фестиваля получили подарки, которые для них стали настоящим сюрпризом. Ведь каждый из этих людей уже победитель, который благодаря творчеству преодолевает любые барьеры. Виктория Середа, Владимир Ковалец, Ставропольское телевидение. К другим темам. Американский киноактер Майкл Дудиков даже и не подозревает, что он стал чемпионом юбилейного сезона Лиги КВН «Кавказ». Финал прошел накануне в Ставрополе. Все подробности главной игры года для северокавказских КВНщиков расскажет Антон Киевский. За звание чемпиона боролись пять коллективов. Сборная Института дружбы народов Кавказа, команда «Те самые ребята» из Ставропольского аграрного университета, Михаил Дудиков из СКФУ, Михайловская команда «Колосок» и команда КВН «Уже не надо» из Нальчика. Концептуально, красочно, массово, очень правильные акценты были расставлены у двух-трех команд. Я по опыту знаю, что очень правильно все было сделано. Где-то опыта не хватило, может быть, авторского, где-то актерского, но в целом сознание игроков очень крутое. Мне понравилось. Вот так высоко оценил прошедший финал Лиги Кавказ действующий чемпион высшей лиги КВН Ильдияр Кененсаров. Он же, к слову, отлично провел и финал, и все игры сезона. Финальная игра получилась напряженной и, разумеется, смешной. «Избей его. Да куда? Посмотри, как он здоровый. Его как будто две матери рожали. И что выберись? Это КВН, здесь свои правила. Ой, да нам на собачьих боях то же самое говорили. А Малой вон там второе место занял. Если б нет атакса бешеная, вообще б сейчас с медалями. Все команды шли вровень. Отрыв составлял лишь один-два балла. До самого объявления результатов было непонятно, как распределяться кубки за первые три места. Какой-то из этих кубков забрать сегодня может любая команда. Это абсолютно искренне и честно. Потому что есть разминка, есть вдохновение. У кого-то чуть слабее шутки, чуть сильнее. Но просто я уже шестой день наблюдаю этот юмор. И я уже не могу оценивать. Я могу оценивать просто вот уже по залу. Уже надо, уже пора этот юмор. Сегодня было очевидно, что пора уже эти шутки показывать людям. Ставропольский зритель, в свою очередь, по достоинству оценил юмор всех финалистов. Это подтвердил и почетный гость финала, губернатор Владимир Владимиров. Очень жалко, что сегодня кто-то проиграет. Но очень счастливо, что выиграли мы, те, кто были участниками этого замечательного КВН. И за это команды вам спасибо. В ходе упорной борьбы чемпионом Лиги Кавказ сезона 2017 года стала команда КВН Михаил Дудиков из Северокавказского федерального университета. Второе место у КВНщиков из Аграрного университета замкнула тройку призеров команда Колосок из Михайловска. Несмотря на сложную подготовку и непростую игру, победители не стали выходить из сценических образов и после игры. Хотя дальнейшие планы у ребят серьезные. Достойно выступить на международном фестивале в Сочи. Теперь КВН поедем Александру Васильевичу покажем. Скажем, мы вот в Кавказ выиграли лигу. Скажем, вот возьмите нас высшую. А он вам? А он, что, не знаю, он скажет красивый кубок, ребят. Тяжелый? Да. Ну, килограмм семь. Все подробности финальной игры Лиги Кавказ вы узнаете из большого репортажа на своем ТВ. Следите за анонсами. Антон Киевский, Иван Фильянов, Сергей Трегубов, Александр Колодко. Ставропольское телевидение. Достопримечательности со смыслом. На одной из улиц столицы Великобритании можно увидеть памятник пауку. В Швеции установили монумент в виде лампы, которая говорит человеческим голосом. А в Исландии есть скульптура неизвестному чиновнику. Необычные памятники встречаются и на Ставрополье. Наш корреспондент Елена Тюменева покажет вам самые интересные. Такого памятника в мире больше нигде нет. Монумент Клизми установлен на территории санатория в поселке Иноземцево. Он появился здесь около 10 лет назад. Бронзовая конструкция высотой в полтора метра и весит почти 400 килограммов. Ее автор – жительница Железноводска. За основу она взяла картину художника Боттичелли, на которой сатиры несут оружие спящего бога Марса. Только у нашего скульптора человечки с рогами превратились в ангелов, а копье – в клизму. Идея памятника немного юмористическая. Мы хотели подчеркнуть, насколько неприятная процедура вроде бы казалась, а на самом деле она очень полезна и очень эффективна. То есть она была еще придумана очень давно, еще в древности, и дожила до сих, до нынешних времен. Мы хотели подчеркнуть именно значимость данной процедуры и в то же время немножко повеселить наших гостей. Памятник в честь копейки. Он появился в Пятигорске в этом году. Эти машины верой и правдой служили сотрудникам милиции в 70-е и 80-е годы прошлого века. Монумент установили в память о правоохранителях, которые служили закону, а некоторые отдали за него свою жизнь. В одном из таких автомобилей много лет назад произошла трагедия. Сержант милиции задержал грабителя, отобрал у него пистолет и посадил к себе в машину. Но тот достал нож и ударил правоохранителя. Милиционер скончался в больнице. На этих машинах столько преступников перевезли, столько за насилование, за грабежи, за разбой. Все занимались. Именно вот эти машинки, это рабочая машина. И вот многие сейчас приходят, молодежь, приходят сюда тоже фотографироваться. Даже свидание назначают возле нашей копейки. Машина, которую водрузили на постамент, тоже когда-то была служебной. Она и сейчас на ходу, но ее списали. А вместо сдачи в металлолом нашли другое применение. А вот в Ставрополе этим летом появился бронзовый мужчина с бочонком, собакой и кошкой. Это собирательный образ купца. Именно они, Аллафузовы, Волобоевы, Тамамшевы, два века назад начали обустраивать краевую столицу. Еще арт-объект посвящен современным бизнесменам. Еще у нас очень любят увековечивать литературных персонажей. Скоро исполнится уже 10 лет, как бронзовый Остап Бендер появился в Пятигорске. Его установили здесь, возле входа в озеро Провал. Его бессменный напарник, киса Воробьянинов, тоже есть. Только стоит он в цветнике. Туристы очень любят бросать ему деньги в шляпу. Литературный герой выполнен в узнаваемом образе попрошайки и просит милостыню у прохожих. На обе фигуры уже не раз покушались вандалы. Чтобы их больше не смогли унести, внутрь залили цемент. На Ставрополье немало необычных монументов. Мать-казачка в Пятигорске, демон в Кисловодске. Говорят, даже видели памятник ученому коту. Польза от нестандартных идей очевидна. Поверь и потереть какую-нибудь деталь скульптуры на удачу никто не отменял. Закон действует безотказно. Если где-нибудь появился новый монумент, жди наплыва туристов. Елена Тюменева, Геннадий Сахацкий, Ставрополье. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»